В сегодняшний воскресный день Святая Церковь предложила нам удивительный рассказ из Евангелия, который передает нам апостол и евангелист Иоанн Богослов. Это Евангелие о том, как Иисус Христос полдень, проходя через Самарию, остановился у древнего колодца Иакова. И беседа, которая состоялась у него с Самарянкой, является главным содержанием сегодняшнего евангельского благовестия. Но для того, чтобы вникнуть в глубокий смысл этого Евангелия, я предложу вам, дорогие, вспомнить, как некогда Иисус пришел в Иерусалим на праздник. На праздник, а раньше праздники в Иерусалиме были исключительно духовные. И там иудеи читали Торус, читали пророков, как и сейчас они внимательно изучают Ветхозаветные Писания. И особенно они любили читать пророчества пророка Исаии. И вот сегодня, в день памяти святого пророка Исаия, я приведу вам слова, которые читали иудеи в то время, когда Христос пришел на праздник. Они читали 12 главу этого великого пророка, которого очень любили и которого очень любят до сего дня. Почему? Потому что он возвещал великие истины, но они до сих пор, имея покрывало на лицах своих, не вчитались в глубину пророчества Исаии, которое пророчествовал о Христе. Но они, внимательно читая, останавливались на следующих местах, послушайте. 12 глава. «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое! Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое Господь, Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Вот на этом месте Христос говорит, «Кто жаждет, тот да приидет ко Мне и да пьет». Удивительное сочетание. Христос, прекрасно владея всем тем, что слушали и читали иудеи, обращает их внимание на то, что Он и есть тот самый источник жизни. И кто жаждет от этого источника спасения, пусть приходит и пьет эту воду жизни даром. Вот почему этот отрывок из пророка Исаии нам был очень дорог. А теперь вернемся в тот диалог, который состоялся между Самарянкой, которая не должна была говорить с Христом. И Христос не должен говорить был с Самарянки, потому что этот народ считался нечистым. Но для Христа нет никого нечистого. Он пришел спасти всех. Он пришел спасти грешников. «Неправедник имеет нужду в Спасителе, и, как сказано Спасителем самим, не здоровый имеет нужду во враче, а больной. Я пришел спасать не праведников, а грешников, таких, как мы с вами, призвать к покаянию». И вот Христос, проходя через Самарию, утрудившись, подойдя к колодцу, встречает там женщину, которая черпала оттуда воду. Что это за колодец? Этот колодец находится в городе Сихарь, написано в Самарии. Этот колодец, дорогие братья и сестры, сохранился до сегодняшних дней. Мне посчастливилось с нашими православными паломниками побывать в этом месте. Вот, когда читаешь Евангелие и вспоминаешь, или тем более, когда находишься на этом месте и обязательно читаешь об этом Евангелии, для тебя оно оживает. И вот сейчас я вам говорю, а мысленно я стою у этого колодца. Справа сидит старый православный араб, разливает в кувшинчики на память всем паломникам, которые приходят, воду из колодца Иакова. Набрал из этого колодца и я. Он набирает туда воду, глубина этого колодца 35 метров. И мы все, кто прибыл туда, зачерпнули, там до сих вот дня надо опустить в колодец ведро, поднять его, и можно напиться этой удивительно вкусной воды. А потом из этой воды этот старый православный араб разливает вот в такие кувшинчики воду, и паломники развозят потом с собой, как великую святыню. Вот эта святыня находится у нас. Вот здесь в алтаре я привез, и там водичка. Представляете, память о том, что все, что написано в Евангелии, это глубочайшая истина. И помолившись у этого колодца, мы снова погружаясь в глубину услышанного, должны вникнуть в смысл, о чем опять говорит Христос. А Христос разговаривает с женщиной о воде, которая имеет не то свойство, которое имеет обычная вода. Ибо всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, говорит Христос. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И вот здесь женщина удивляется, это же колодец Иакова, мы всякий раз приходим сюда, но если это такая чудная вода, то дай мне такую воду, чтобы я никогда больше сюда не приходила. Но Христос говорил о том источнике жизни, о своем удивительном учении. И каждый, кто будет насыщать свою жаждущую душу, будет словно в эту иссохшую пустыню своей души проливать святую воду, которая наполнит его душу радостью, светом и упованием. Вот почему Христос говорит не о простой воде, а о воде учения, о воде того, что если ты будешь пить эту воду чаще, чаще будешь питаться Словом Божьим, чаще будешь питаться таинствами Церкви Христовой, то в тебе потекут источники жизни, ты приобретешь смысл, ты приобретешь радость жизни, которая никогда не отнимется от тебя. Вот к чему зовет Христос. И женщина, словно удивившись, потом вступает с ним в диалог и узнает, что он не просто путник, а он как бы для нее пророк. Он указывает на то, что у нее было пять мужей, а тот, с которым она живет, не муж ей вовсе. И она убегает. Она бежит и рассказывает своим согражданам, что я встретила такого человека, который все про меня рассказал. Не меси ли тот, которого ждут иудеи? И самаряне приходят, удивляются его слову, его учению, а потом оставляют Христа еще на два дня. И два дня проповедует Христос среди этих, как бы говоря, заблудших людей. Туда, куда иудеи даже не переступают порог. Даже сейчас, чтобы проехать через Самарию, есть иудейские посты, шлагбаумы, потому что эта земля нечистая, Самария. Вот даже туда проехать надо несколько постов преодолеть до сегодняшнего дня. А Христос идет туда, к каждой заблудшей душе. К душе, которая готова ее слушать. К душе, которая готова внимать его учению. И пить эту воду жизни даром. И после этого, когда пробыл и беседовал с самарянами Христос, они приходят, и вот удивительные слова, которые они говорят. Еще большее число уверовали его слову. А женщины той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Христос. Вот удивительные слова, которыми заканчивается это евангельское благовестие. Мы уже не по твоим словам веруем, а сами знаем, что он и есть обещанный Мессия Христос. Для чего были сказаны сегодня эти слова Иоанном Богословом? Для чего он вписал их в свои Евангелия? Для того, чтобы мы с вами не сомневались, что Христос, в которого мы с вами верим, он и есть истинный, обещанный Мессия и Спаситель всего человеческого рода. И всякий, кто будет веровать в меня, сам Христос сказал, оживет. И потому сегодня поздравляю всех вас с этим праздником Воскресения Христова, в котором мы чтим и память святого пророка Исаии, который призывал почаще притекать к этому источнику жизни. Будем и мы с вами почаще приходить в Божьи храмы, будем чаще питаться от этого источника жизни, который называется неоскудеваемый. Сколько бы кто ни пил из этого источника, он перестает жаждать, то есть искать каких-то новых учений, каких-то новых смыслов жизни. Он получает главный смысл, что жизнь, она не заканчивается земной жизнью. Она имеет продолжение. И после смерти человек будет жить, потому что Христос, Он и есть. И путь, и истина, и жизнь. И всякий, кто пойдет этой дорогою, никогда не будет ходить во тьме, и никогда не будет жаждать никакого другого учения, других философских заблуждений, кроме евангельской истины, которой, если вы поедете в святую землю, вы сможете убедиться на каждом месте в исполнении того, что здесь написано. Нам лишь нужно только веровать. А будем веровать. Будем жить. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!